Приветствую вас. Для начала, для начала, я бы предложил вам посмотреть на то, что вам дает чувство вины. Ну, то есть, вот, серьезно, что вам дает чувство вины? Потому что любая привычка, она вырабатывается только тогда, когда человек видит какую-то выгоду. То есть, он что-то делает, это приносит ему позитивный результат, положительный результат, и, соответственно, человек привыкает так вступать. А что вы получаете от того, что вы делаете в себя виноватым? Какой эффект? Очевидно, что это было решение, которое вы приняли в рамках. Ну, скажем так, в рамках выживания спреди, вот, того ужаса, который был в вашей семье. Совершенно очевидно, что вы не видели другого выхода, вот, для себя, кроме, кроме как, кроме как, вот, обвинять себя вовсе. Ну, не видели вы другого выхода. Не было, не было. По вашему мнению, да, вот, по вашему мнению, другого выхода просто не было. И вы, соответственно, вот, стали так поступать. То есть, вы стали себя, себя отбежать. Вот. Ну, а, почему нет? Если, если это приносит определенную пользу вам. Да? Вот. То есть, тут, вот, тут вот, мне кажется, что, в первую очередь, нужно рассмотреть выгоду, которую вы получаете. То есть, это первое. Это первое. А, второе. Второе. Значит, второе, это то, что касается природы вообще вины. Да? То есть, вот, например, транзактный анализ, это называется «Голосы, голоса в голове». Когда человек слышит, слышит некоторые голоса и, соответственно, приглушивается к ним, ну, вот, к этим, к этим своим глазам в голове. Вот, хорошего в этом ничего нет, в принципе, быть не может. человек настолько привык эти голоса в голове слышать, что он уже по-другому не может, и воспринимает эти голоса, как свои собственные, вот, и задача психолога здесь заключается в том, чтобы научить такого человека, вот, чтобы научить его, значит, прислушиваться к этим, ну, к этим голосам, голосам, вот, чтобы человек прислушивался к голосам, вот, но чтобы он их умело анализировал и отделял один голос от другого, и желательно, чтобы при этом всё и понимал, что этот голос хочет. То есть, когда вы себя обвиняете, вы слышите критику, что вы, там, такая, сякая, и так далее, вот, это критика. Критика делится на два вида, да, на конструктивную и на деструктивную. Вот, вы очевидно, очевидно совершенно, да, что ваша критика деструктивна. Ну, это совершенно очевидно, что ваша критика, она очень деструктивна, ну, та критика, которую вы слышите в свой ад. Вот, ей, этой деструктивной критике нужно говорить «нет», нужно учиться говорить «нет». Это происходит при работе в возрастной регрессии, то есть, если мы с вами, например, занимаемся или работаем в возрастной регрессии, да, то есть, возвращаемся туда, вот, в то время, да, вот, когда, ну, в то время, когда вы были в своей семье, и когда вы слышали какие-то, вот, очень негативные вещи в свой адрес и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. А вы приняли решение в то время, вы приняли решение, что вы будете себя обвинять, надеясь, что тогда к вам не будет, ну, в претензии, вот. Правда, претензии все равно к вам были, вот, претензии все равно, правда, никуда не делись, вот. То есть, тут точно ничего не поделать, вот. Вопрос, на самом деле, в другом, чтобы это решение, которое вы приняли, вот, чтобы это решение поменять. Вот. Вот. Какая история. Вот. Это решение нужно поменять. И это можно сделать, это можно сделать, это не так сложно сделать. Вот. Главное, чтобы вы этого хотели, главное, чтобы вы этого желали, главное, чтобы вы были готовы, готовы работать, и все, я думаю, все будет, все будет здорово, все будет прекрасно. Вот. Вот. То есть, все это корректируется. В результате определенных, определенные, конечно, конечно. А работы, да, оно корректируется. Вот. Что это можно, можно и даже нужно корректировать. Корректировать. Вот. А, значит, что можно сделать сейчас? Что можно сделать сейчас? Значит, для начала, для начала, вам необходимо выделить голос обвинения. Которые вы слышите. Это то, что вам нужно сделать. То есть, вот, когда вы сами себе проговариваете, что вы виноваты, например. А вот, когда вы сами себе это проговариваете, что вы виноваты, как это происходит? Что вы себе говорите в этот момент? Кто говорил вам подобные слова в детстве? Ну, например. Например, в детстве. Ну, сейчас просто для примера берем. Вот. Откройте для себя это. А когда в первый раз вы столкнулись с подобным? То есть, когда впервые вы с этим познакомились? Когда впервые вы услышали обвинение? Свой адрес. Как вы отреагировали на него? На это обвинение? Ну, опять же. Свой адрес. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, вот это все, вот это все, нужно проанализировать обязательно. Если вы хотите разобраться и понять. Да? А нет каких-то, нет каких-то уникальных, универсальных способов избавиться от привычки. Понимаете? Именно уникальных и универсальных способов избавиться от привычки нет. Ну, потому вы уникальный человек и, соответственно, подходить к вам нужно тоже уникально, да? То есть, именно вот так как вы того заслуживаете. Вот. Понимаете? Поэтому тут нужно просто работать. Тут нужно просто работать и просто смотреть. Вот. Все это можно поменять. Все это можно подкорректировать. Вот. Все это можно исправить. Составьте пока, вот просто составьте пока что, пока что. Составьте просто список. Да? Вот. Тех чувств. Да? Тех голосов. Тех как бы слов, которые вы сами себе проговариваете. Когда обвиняете себя. Вот. И у кого вы, собственно, этому научились. Вот. А дальше уже с этим можно будет что-то делать. Вот. С этим можно работать. С этим можно работать. Важно. Важно обязательно помнить. Важно обязательно помнить. Ладно обязательно помнить. Что без определения выгоды, то есть вот чем для вас выгодно, эта история не получится вам помочь. Потому что пока существует выгода, пока оно есть, вы будете действовать по такому принципу. Потому что желание-то есть, вы же истории получаете от этой всей истории. И, соответственно, если вы для себя истории получаете, то отказаться от выгоды очень сложно. Отказаться и не делать того, что вам хочется. Очень сложно. Вот. Поэтому я ни в коем случае не настаиваю сейчас на том, чтобы вы брали и меняли что-то в своём поведении. Или тем более, чтобы отказывали действительно. Вот. Не нужно. Не нужно. Именно отказываться здесь и сейчас вам не нужно. Это невозможно. Сперва нужно определить выгоду. Определим выгоду. Определим то, для чего вы это делаете. Что вы получаете. Какие желания вы реализуете. Вот. С помощью, значит, такого поведения. И сразу станет гораздо легче. Гораздо лучше. Вот. Вы можете в интернете эту тему изучить. Сами. Я про голоса в голове сейчас говорю. Вот. Можете посмотреть в интернете об этом. Вот. Можете это сами изучить. Вот. Но обвинение. Обвинение. Любое обвинение. Да. Вот. Грубо говоря. Совесть. Да. Обвинение это вот. По сути совесть. Всегда. Вот. Обвинение это голос родителей. Это родительское состояние. Это состояние надо, должна и так далее. Вот. Вот. Обвинение заключается только в том, в кому надо. В кому должна. А есть ли мне вред от этого? Какие чувства я испытываю, например? Вот. Выражаю ли я эти чувства? Ведь мне кажется, что вы зажимаете это в себе. Ну, мне так кажется. Вот. Я, конечно, могу быть не прав. Вот. Но мне почему-то кажется, что вы все-таки зажимаете. Вот. То есть именно, именно, именно вот. Свои чувства, да, именно, именно свои чувства. Вы не выражаете. Вот. В этом и заключается основной вред. Потому что самооценка падает. Вот. Свои чувства. Потому что, ну, а как? Как самооценки не упасть, если вы постоянно руководствуете, ну, не своими чувствами, не своими эмоциями? Так вот, сказал мой коллега. Он вам правильно сказал здесь. Вот. Тут только, ну, немножечко, вот. В данном анализе это называется чуть-чуть по-другому. Сразу. Вот. Понимаете, какая история. Это все. Простите себя, зачем, зачем вы это делаете. Возьмите с этого. И начните собирать проявление этой вины. Да, то есть вина, это что? Вина это совесть. Правильно? То есть, когда мы говорим, вот, я себя винию, да, это совесть. Хорошо. Ну, если это совесть, если это наша совесть, то я полагаю, что наша совесть, да, нам не напользуетесь. Верно? Можно ли сказать, так, про вас, что вам это идет на пользу? Нет, нельзя. А значит, это не совесть. Что-то, что-то другое. Вот. Ну, нужна работа. Как я уже сказал. Потому что вы так жили достаточно долго, вы привыкли так жить. Вот. И, соответственно, так просто вы от своего поведения, скорее всего не отказывают. Вот. Будет сопротивляться. Будете сопротивляться вы. Вот. Можно, в принципе, поработать и с чувствами. Да, то есть, вот какие чувства. Ладно. Ну, чувство вины, это обвинение. Хорошо. Но это не ваши чувства. А ваши чувства, они вообще какие? Вы сами что чувствуете. Там, что-то, то-то, то-то, то-то. Хорошо. Почему не высказываете? То-то, 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 то-то. Когда перестали высказывать? Ну, тогда-то, 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 тогда-то. Вот. Ну и вот. Так происходит работа. Работа. Вот. Можно проводить анализ чувств. Тоже хорошее направление, которое поможет вам. Вот. То есть, все это нужно разбирать. Детально анализировать ваши отношения с родными. Вот. С семьей и так далее. Обратите внимание, что вы в первом вопросе, в своем первом вопросе, вы пишите о том, что вы хотите очень сильно замуж. Для чего замуж? Почему замуж? Ну вот, просто. Почему вы хотите замуж? А замуж вы хотите, потому что вам нужна любовь, а вам хочется любви. Понимаете? Хочется любви. Это значит, что себя вы не любите. Себя вы не принимаете. Считайте, что вы должны, должны быть, быть другой. Другой. Какой другой? Почему другой? Кто сказал, что вы должны быть другой? Понимаете, да? Вот это тоже нужно анализировать. Конечно же. То есть, вам нужно, вам желательно еще себя отыскать. Вы себя потеряли, а может быть и не были никогда с собой. Понимаете? Вот. Ну если у вас идет вот такая позиция, да? Что вот. Я хочу замуж, да? Очень сильно. Ну так. Это же не может быть просто так. Что-то вы не можете хотеть замуж просто так. Нельзя хотеть замуж просто так. Можно хотеть замуж, чтобы сделать любимого человека счастливым. Это вы уверены, что он будет счастливым. Но нельзя безумно хотеть замуж. А вы хотите? Я вас не обвиняю опять. Вы поймите правильно. Я вас обвиняю. Я просто надеюсь, я просто надеюсь указать вам на вот это вот ваше, ну скажем так, деструктивные суждения, вот. Вот. Которые, собственно, и ведут к тому, что у вас имеют место быть сложности в отношениях. Вот. Понимаете? Какая история. Вот и все. Вот и все. Вот и все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.